Добрый день! Меня зовут Анна Мусеевич, я руководитель агентства по делам молодежи Калининградской области. Спасибо большое коллегам из Центра управления регионом, что пригласили меня сегодня. Постараюсь вам немного рассказать о нашей деятельности, деятельности агентства по делам молодежи и подведомственных ему учреждений. В рамках сегодняшнего нашего общения и доклада, наверное, постараюсь поднять самые актуальные сейчас вопросы. И также попрошу вас внимательно следить за ссылками, которые появятся и под эфиром, и будут появляться во время эфира, подписаться на наши социальные сети, сайты официальные, различных программ. Если вы будете следить за нашей деятельностью онлайн, вы будете в курсе всех самых современных, самых актуальных мероприятий, новостей в сфере молодежной политики. Поэтому мы полностью информируем всех ребят и молодых, и школьников, и что касается добровольчества, там все возраста через наши социальные сети. Поэтому, пожалуйста, если сегодня мы не успеем что-то обсудить, я уверена, вы найдете всю информацию именно там. Ну, начать хотела с форумной кампании, рассказать по этому поводу, достаточно много вопросов поступает. И считаю, что это такая интересная тема для современных молодежных движений, для активных ребят, для студентов. Есть большое количество форумов. В этом году 8 федеральных, 9 окружных в нашей стране. Форумная кампания проходит с мая по октябрь, как правило. Заявки перестают приниматься за 2-3 недели до прохождения форума. Сейчас уже практически на все форумы у нас набор произошел. В течение, допустим, Таврида, он вообще в течение всего лета проходил различные смены. И ребята могли творческие от поваров до тех, кто увлекается балетом, хореографией, кинорежиссеров, операторов, актеров. В общем, по любой творческой сфере деятельности поехать туда, познакомиться с новыми какими-то направлениями в их сфере интересов, пройти массовую масштабную обучающую программу, познакомиться с единомышленниками в рамках того или иного форума. Вот, допустим, подаврите, в этом году первый раз была гастросмена. Это очень интересно, мне кажется, с учетом развивающейся хорики в Калининградской области и туризма, и того, как мы, жители Калининградской области, мы любим и ценим вкусную еду, и сколько у нас молодых ребят, которые увлекаются кулинарией, это отличная тема. Есть и другие форумы. Допустим, форумная компания «Острова», она находится на Сахалине и посвящена патриотическому воспитанию. Форум «Ростов» собирает молодых аграриев, всероссийский известный форум. То есть каждый молодой человек может найти себе форум по сфере своих интересов. Главное отслеживать заранее, регистрироваться через программу «АИС молодежь», у тебя проходит регистрация. Более того, естественно, ваш возраст должен быть от 18 до 35 лет, и у вас должны быть оформлены все правильные заявки через «АИС молодежь». Потом руководство организации этих форумов выбирает из заявок претендентов, согласовывает, и нам направляют перечни уже участников, прошедших тот или иной отбор. Ну, важно сказать, что, допустим, по «Тавриде», кроме регистрации на «АИС молодежь», вам нужна отдельная регистрация на сайте «Тавриды арт», и вам надо записать вашу творческую визитку небольшую, это обязательно. В этом году у нас достаточно большая была квота по направлению ребят на «Тавриду», и предстоит в сентябре еще фестиваль. Очень интересное, яркое, красочное мероприятие, которое творческие ребята ждут целый год. На фестиваль у нас в этом году большая квота 36 человек, заявок подано гораздо больше, чем квота. Сейчас организаторы «Тавриды» вовсю... 12 августа закончился прием заявок, сейчас вовсю проходит анализ и отбор работ, и те, кто представит нас на фестивале. Помимо этого, Калининградская область в этом году на фестивале «Тавриды арт» выступит со своим выставочным пространством, с тендом, который делает «Креспективы». Это замечательные творческие ребята. Наш тенд будет посвящен ароматам Калининградской области. И более того, в рамках фестиваля будет создан прямо там, в режиме живого времени, среди участников и гостей форума, будет создан запах «Тавриды», который все участники смогут увезти с собой навсегда. Вот такая интересная история. Сейчас мы разговариваем с коллегами из организаторов, тоже для того, чтобы поставить там наш павильон, сделать такое мини-творческое посольство Калининградской области, молодежное. Ну, этот вопрос прорабатывается. В общем, всем советую обязательно следить за новостями о форумной кампании, заранее регистрироваться на «Есть молодежь». И еще очень важно, если у вас есть ваш проект, какой-то идея, которую вы хотите реализовать, то в рамках федеральных окружных форумов, как правило, происходит и грантовая поддержка «Росмолодежи», где молодые люди могут выиграть до полутора миллионов рублей на реализацию своего проекта. Допустим, опять про «Тавриды», получается, но даже «Тавриды» Александр Бленицкий выиграл 1 255 000, если мне не изменяет память, на реализацию своего проекта. Это очень здорово, это дает возможность поехать со своей идеей, проработать со специалистами там свои идеи. Не важно, это творчество, патриотическое воспитание, политика, сельское хозяйство, то есть есть абсолютно разные направления. И потом получить еще возможность финансовой поддержки для реализации твоего проекта в Калининградской области. Тут мы уже поможем вам, если у вас будут вопросы. Я уверена, что сегодня, если останутся какие-то вопросы, все мои коллеги будут рады ответить вам, как в режиме онлайн на наших социальных сетях, так и оффлайн в нашем офисе на Московском проспекте 174, проконсультировать всех. По поводу форумной кампании не могу не сказать про наш форум Калининградской области. Ежегодное знаковое мероприятие молодежной политики, которое проходит уже более 10 лет. Последние два года форум «Балтийский Артек» проходит на Виштенецком озере. Да, были вопросы, заранее ознакомилась, поэтому сразу постараюсь в ходе своего общения с вами ответить на эти вопросы. По поводу уменьшения численности действительно ввиду эпидемиологической обстановки, загрузка тоже у нас неполная, обязательно мы соблюдаем все меры. И утвердили специальный график с представителем управления Роспотребнадзора по Калининградской области. Проходим тестирование. Все сотрудники нашей форумной кампании «Балтийский Артек» полностью привиты. Но, несмотря на это, каждую смену проходит ПЦР-тестирование. Но точно так же все участники допускаются только при наличии прохождения за 72 часа ПЦР-тестирования. Касаемо, вернусь немножко, участия наших ребят форумной кампании в других регионах, то аналогично. Во-первых, были вопросы по поводу того, оплачивается ли дорога или нет. Да, сейчас, если вам от 18 до 30 лет, то организаторы форума, как только вы прошли и официально согласованы как участник форума, направляют нам информацию в адрес агентства по делам молодежи. И мы помогаем молодым людям добраться до туда. Так что тут никаких проблем нет. Думаю, что все те, кто участвовали в форуме, форумной кампании, прекрасно об этом знают. Я думаю, что это скорее вопросы были о тех, кто интересуется и хочет стать участником. Поэтому не бойтесь. Мы поддерживаем и направляем тех молодых людей, которые выбраны для участия организаторами форума. Для нас очень важно, чтобы ребята Калининградской области самореализовывались. И мы делаем для этого все возможное. И тем более, если у вас есть свои идеи и проекты, с которыми вы хотите поехать, для получения дальнейшего развития. Это здорово, мы всегда это поддерживаем. Вернусь к нашему Балтийскому Артеку. В этом году, несмотря на обстановку, нам удалось согласовать, естественно, с соблюдением всех норм уже одну межрегиональную смену. И ребята приедут из других регионов страны к нам на последнюю четвертую смену. Всего будет четыре. Две уже прошло. Третье начинается с 18 августа. Первое – это пространство добра. Второе – арт-пространство. Третье – это IT-пространство, которое начнется в эту среду. И последнее – пространство профессионалов, как раз где будут приглашены ребята из других регионов. Посвящено оно профессиональной ориентации, самореализации, возможности обменом опытом при трудоустройстве из разных регионов, создание своего собственного дела. Более того, благодаря поддержке Федерального агентства по делам молодежи в этом году будет разыгран грант до миллиона рублей для ребят-участников Балтийского артека всех четырех смен. То есть все, кто регистрировались к нам на Балтийский артек, могли выбрать опцию, подать с защитой проекта. И защита состоится в конце августа с представителями уже коллег из Федерального агента по делам молодежи. Поэтому я желаю всем удачи. Надеюсь, обязательно нашим ребятам из Калининградской области повезет со своим проектом, и они смогут выиграть грант. Ну, творческая смена прошла, буквально вот выходные там были. Это замечательные, абсолютно талантливейшие, активные ребята посетили. Был создан и видеоклип, и написана музыка, загруженная на App Store, как саундтрек. С нуля абсолютно ребята все делали самостоятельно. Были записаны три передачи в стиле как ток-шоу, придумана концепция, и полностью разбивались на команды, где делились по ролям, кто режиссер, кто ведущий, кто сценарист. В общем, колоссальная работа. Кто-то из ребят учился навыкам СММ, кто-то о съемке контента. В общем, активно работала молодежь, и за эти пять дней они смогли создать хороший готовый продукт. Надеюсь, что ребятам будет интересно, и мы будем думать, как продолжать те проекты, которые они начали в рамках форумной кампании, в дальнейшем уже вместе с нами, с Центром молодежи и с Агентством по делам молодежи. Первая смена была посвящена добровольчеству, и спасибо большое. Ее организатором стало наше подведомственное учреждение о ценах добровольчества. К нам приехали коллеги ассоциаций волонтерских центров, которые помогали проводить тоже обучающие мастер-классы. Смену посетило 100 ребят добровольцев, и это очень здорово. Я тоже надеюсь, что это направление будет дальше настолько расширяться. Сейчас очень сильно популярно добровольчество. Поэтому, если у вас есть какие-то вопросы, вся информация есть на Добро.ру. Это федеральная страничка, в которой мы тоже проходим регистрацию. По поводу мероприятий добровольческой деятельности уже остановлюсь тогда чуть-чуть поподробнее. Это тоже одно из основных направлений молодежно-политики, хотя добровольческая деятельность у нас не только на молодых ребят. Распространяется у нас есть и замечательные серебряные волонтеры, которые помогают на многих мероприятиях. Помимо смены в Балтийском РЦКе, про которую я рассказала, Центр проводит мероприятия, направленные на популяризацию добровольческой деятельности, реализует обучающие программы круглогодично, оказывает меры нематериального поощрения всем волонтерам. У нас сейчас в 20 муниципалитетах открыто 20 доброштабов, где агентство дела молодежи добровольческий наш Центр оказывает ресурсную помощь, информационную в том числе. Ежегодным является конкурс «Доброволец года», в котором предусмотрены номинации для волонтерских команд и индивидуальных волонтеров обязательно. В сентябре мы проводим очный этап этого конкурса, так что следите внимательно за соцсетями, в том числе и «Добро-39», у них есть и странички во всех социальных сетях, я уверена. Это одни из наших самых успешных добровольческих центров, они ведут практически все социальные сети, у них очень интересный, разнообразный везде контент, поэтому подписывайтесь, будьте в курсе всех добровольческих мероприятий. Поощрение волонтеров – это важный элемент работы с добровольческим сообществом. У нас специально для волонтеров создана экскурсионная образовательная поездка по тематике. В этом году ребята поедут в Карелию, и помимо путешествия они еще встретятся с ребятами-добровольцами там. В Карелии очень сильно развитое волонтерское движение, поэтому, мне кажется, интересно будет такой обмен опытов. Участие в поездке бесплатное, и необходимо поедать заявку до 10 сентября и пройти отбор конкурса. Все подробности на «Добро-39» вы можете найти. То есть, если вы доброволец, вам интересно, вы хотите познакомиться с единомышленниками и съездить в поездку такую экскурсионную образовательную в качестве поощрения, пожалуйста, регистрируйтесь до 10 сентября. Помимо этого, конечно же, мы проводим «Добро-школу». В сентябре запустится набор на участие в школу «Тим-лидеров». Также планируем проведение фестиваля добровольчества, на котором презентуем различные направления волонтерской деятельности. Планировали на сентябрь, сейчас идем в согласование в зависимости от обстановки. Естественно, соблюдение всех требований его проведем. Мы в регионе также реализуем программу «Мы вместе». За прошедшие два года было принято порядка 20 тысяч заявок от жителей старшего возраста и мобильных граждан. Помощь волонтеров по доставке продуктов нужна и сейчас. Так что регистрация желающих на сайте «Мы вместе.РФ» действует. Всем, кому интересно, пожалуйста, обращайтесь, и всегда сможем дальше ответить на вопросы. 1 августа запустился набор волонтеров для федерального проекта «Волонтеры переписи», в ходе которого волонтеры помогут жителям на базе МФЦ и расскажут о том, как принять участие в переписи населения, помогут разобраться в электронном форматах работы. И сейчас уже регистрация для участия в этом мероприятии идет на «Добру.ру». Естественно, у нас существует личная книжка добровольца, она выдается в нашем добровольческом центре. Очень важно, прошу всех обратить внимание, что количество добрых и хороших поступков в качестве волонтеров учитывается многими вузами при поступлении, дополнительными баллами. Единственное, что БФУ у нас уже перешел полностью на электронный формат, поэтому, если вас интересует поступление или зачет этих баллов в БФУ, вам надо получить онлайн-книжку на «Добру.ру» и, следовательно, заявки, подавать все свои для участия в каких-то добровольческих мероприятиях именно там. Больше информации, наверное, про добровольчество не буду останавливаться. Если будут какие-то вопросы, можно будет попозже задать. И, более того, можно ознакомиться со всей информацией на «Добро.39.ру» или в наших социальных сетях. Ну, наверное, достаточно активно вызывает вопросы тема трудоустройства и стажировок молодых людей, поэтому остановлюсь на ней поподробнее. Это одно из направлений, где агентство по делам молодежи оказывает содействие в организации временной занятости молодежи и организации стажировок. То есть ежегодно при поддержке правительства Калининградской области в лице агентства региональным отделением российских студенческих отрядов формируется порядка 20-25 студотрядов, которые осуществляют временную работу в летний период по различным направлениям. Это и строительство, это и сельское хозяйство, они уезжают в этом году в Ростов. Строительство тоже у нас поехал отряд в России, это и туризм, и сфера отдыха на Черном море. У нас несколько отрядов работают в Калининградской области обязательно тоже работают отряды. Это и проводники в ЖД транспортом, сервисные направления, я уже сказала, ну и, конечно же, вожатые повсеместно во всех лагерях оздоровительных, как в Калининградской области, так и в Крыму тоже есть наши молодые люди. Ставить бойцом студенческого отряда и получить дополнительную информацию об участии, можно написав в группу ВКонтакте студенческие отряды Калининградской области, либо в Инстаграм, точно так же у них есть страничка. В этом году у молодежи появилась также новая возможность. При идее молодежного правительства Калининградской области, которая была поддержана Антоном Андреевичем, губернатором Калининградской области, спасибо большое, в этом году стартовал уже от лица правительства Калининградской области проект стажировок молодых людей в органах государственной власти, местного самоправления и в государственных учреждениях Калининградской области. В чем суть? Сейчас как раз заканчиваются конкурсные процедуры. Для агентства по делам молодежи проводят конкурс для участия, приглашаются вузы, чьи студенты смогут стажироваться как раз в государственных учреждениях, органах власти и местного самоправления. Итогов еще не подвели, не могу какой-то конкретики сказать, но скажу точно, что среди заявок есть три уже точно крупнейших вуза наших, это БФУК, ГТУ и филиал Ранхикс. В ближайшие недели студенты этих вузов смогут получить информацию о своих учебных заведениях, о возможных вакансиях и в конце лета, и начало осени этого года уже пройти стажировку. Стажировка будет длиться от одного до двух месяцев, и за успешное прохождение стажировки молодой человек сможет получить выплату в размере равном минимальном размере оплаты труда в Калининградской области, то есть 14 тысяч рублей. Мы очень надеемся, что данное направление станет ежегодным, сейчас работаем активно над этим. Более того, мы проработали вопрос трудоустройства в каждом органе власти или учреждении, или муниципалитете, у стажируемого будет свой наставник, что позволит адаптироваться студентам, молодым людям, получить профессиональные навыки, и по окончанию вуза возможно прийти и вернуться обратно в то место, где проходила стажировку, или наоборот, вы подумаете, оказывается, я не на то учусь, здорово, надо попробовать еще. Соответственно, сейчас существует очень много программ в рамках «Ано, Россия, страна возможностей». Допустим, такой конкурс, как «Твой ход» дает тебе много возможностей и шансов попробовать, если ты сомневаешься в выбранной профессии, попробовать себя в каком-то новом качестве и получить возможность дополнительных навыков. Ну, хочу отметить, что в Калининградской области не первый год, существует уже три проекта, которые направлены в том числе на отбор социально активных молодых людей, формирование кадрового резерва. То есть это молодежное правительство Калининградской области, сейчас уже действует седьмой созыв, состав, наверное, все-таки, если правительство. Это консультативно-совещательный орган при правительстве Калининградской области. Я вот как раз говорила о том, что идея стажировок – это одна из идей ребят. Мы постоянно встречаемся с ними, общаемся, у них и существует план работы. На этот год они организуют самостоятельно какие-то мероприятия, какие-то мы с ними вместе организуем. Поэтому, если у вас есть желание стать членом молодежного правительства, тоже, пожалуйста, посмотрите всю информацию у нас. Это возможно сделать каждому. Вы подаете документы, проходите определенный конкурсный отбор. И, кто знает, может быть, в восьмом составе будете уже именно вы. Многие ребята из молодежного правительства сейчас работают в правительстве Калининградской области. Кто по итогам окончания, у нас есть даже несколько человек, которые сейчас входят в молодежное правительство и уже работают в правительстве Калининградской области. Также существует молодежная парламентская ассамблея, действует она при Калининградской областной думе, и уже сейчас десятый созыв юбилейный. И молодежный резерв управленческих кадров для молодежи, имеющих высшее образование или проходящих на пятом-шестом курсах. Тоже существует, можно узнать всю информацию у нас и подать свою кандидатуру для включения в данный молодежный резерв. Ну, дальше по анализу коллег посмотрела, что очень интересует всех тема экскурсионно-образовательных поездок, и мы россияне в том числе, поэтому постараюсь про нее рассказать. Большинство молодежи Калининградской области уже знают, либо принимали участие в программе «Мы россияне». Уже более 10 лет здесь с особым расположением Калининградской области действует данная программа при поддержке федерального финансирования и софинансирования правительства Калининградской области. Принять участие в экскурсионно-образовательных поездках в другие регионы России могут молодые люди в данный момент от 18 до 30 лет. В прошлом году, к сожалению, из-за эпидемиологической обстановки тоже были рекомендации для того, чтобы были именно совершеннолетние ребята. Надеюсь, что в следующем году эпид-обстановка нам позволит уже вернуться опять к возможности участия ребят школьного возраста в данных поездках. Будем делать для этого все возможное, я надеюсь, эпид-обстановка нам позволит. Ну, расскажу, что ежегодно от 3 до 4 тысяч молодых людей ездит в рамках этой программы на экскурсионно-образовательные туры. В этом году среди направлений поездок это Санкт-Петербург, Москва, города Золотого кольца России, Казань, Псков, Нижний Новгород, Республика Карелия, Республика Крым и другие направления. В ходе поездок ребята посещают российские исторические и культурные центры, памятные места, достопримечательности, музеи, но и также знакомятся с ребятами из того или иного региона, обмениваются опытом. В этом году мы планируем около 3,5 тысяч ребят отправить, уже большая часть съездила в эти путешествия. Сейчас и всю информацию подробную вы можете посмотреть на официальных страницах «Мы россияне» в социальной сети ВКонтакте и в сети Инстаграм тоже есть ссылочка на «Мы россияне». По ссылке, предоставленной в новостях, я надеюсь, нам разместят, вы можете пройти, подать заявку. Если вам от 18 до 30 лет, вы проживаете в Калининградской области, заполняете информацию, в течение трех дней наши сотрудники с вами связываются для того, чтобы уточнить дату, время поездки, если вы несколько заявок подаете, такое тоже бывает. Всех интересовало в этом году. Еще будет 5 поездок в Санкт-Петербург, 5 в Москву. На них уже заявки все поданы, приняты. В дальнейшем осени сейчас открыта заявочная кампания на осень, на следующее направление, это Екатеринбург. Очень интересное направление, 90 человек смогут поехать туда еще осенью. В Нижнем Уфгород замечательная локация, с учетом того, что сейчас они отмечают 800-летие, у них большое количество интересных мероприятий. Порядка 360 человек мы сможем направить туда, в Казань, Республика Карелия, Республика Крым. Что скажу, что в Крым заявка буквально сегодняшним утром закрылась, потому что за ночь подали более 180 заявок, точно так же, как и в Карелию. Очень популярные направления, и буквально за сутки собрали. Поэтому, если интересно вам, отслеживайте внимательно анонсы на социальных сетях. Сразу же вывешивается информация, как только идет набор на то или иное направление, на определенные даты. И мы принимаем все первые заявки, которые к нам поступили, обрабатываем. Мы очень надеемся, что в 2022 году поездки возобновляется, как я уже сказала, и для ребят младше 18 лет. Ну и сейчас активно работаем над тем, чтобы увеличить количество молодых людей, которые смогут воспользоваться образовательным экскурсионным туром по России в следующем году. Ну, помимо этого, и самая популярная, наверное, в Калининградской области программа «Россияни», сейчас хочу добавить, что в ближайшее время у молодежи появится еще несколько возможностей бюджетных путешествий в России. Во-первых, уже сейчас стартовала пилотная программа Министерства образования и науки России по организации студенческого туризма. То есть подготовлена по поручению, она подготовлена была по поручению президента Российской Федерации, заключили соглашение ряд вузов нашей страны, в том числе, я знаю, что Балтийский федеральный университет входит в это соглашение, и ребята во время летних каникул, сейчас в дальнейшем будут работать над тем, чтобы не только летние, но и зимние каникулы могут путешествовать между городами, где находятся вузы партнеров и останавливаются. Если я не ошибаюсь, то сутки проживания в общежитии того или иного региона могут стоить, по-моему, в Калининграде 50 рублей за сутки. В каком-то регионе самое дорогое, что я читала, около 125 рублей. Какие-то вузы готовы принять за 25 рублей в сутки у себя, ребят. То есть вот такой бюджетный туризм. Более того, во многих университетах открываются welcome-офисы, где вы сможете ознакомиться с туристической программой, вам помогут ребята-студенты из других вузов посмотреть достопримечательность того или иного региона, ну и, конечно же, пообщаться со своими сверстниками и такими же студентами из других городов России. Ну и, наверное, такое маленькое, приоткрою тайну или какую-то новость анонс, скажу, что сейчас Федеральное агентство по делам молодежи готовится к старту проекта, который позволит участникам конкурса платформы «Россия – страна возможностей», общества знаний, платформы «Другое дело» стать участниками путешествий по России, посещать достопримечательности, уникальные места, но также участвовать в образовательных программах, волонтерских и экологических акциях по всей стране. Могу сказать, что в конце августа подобная промо-поездка пройдет именно в Калининградской области. Наш регион выбран пилотным регионом для данного туристического проекта, поэтому пока больше рассказать не могу, но обязательно уверяю вас, что в конце августа вы все узнаете больше деталей про эту новую программу, и мы очень рады, что Калининградская область станет пилотным регионом именно для молодежного туризма. Так, вопросы мои, наверное, основные я обсудила. Что еще может интересовать молодых людей? В последнее время очень активно идет работа в сфере грантовой поддержки, грантовых конкурсов. Коротко, наверное, скажу, что существует большое количество сейчас с различных направлений федеральных грантовой поддержки, как в творчестве, так и в творческо-реактивных индустриях, в IT-направлении, в политической сфере, в патриотическом воспитании. Но помимо этого в Калининградской области тоже проводится на базе Агентства по делам молодежи несколько ежегодных грантовых конкурсов. В областном конкурсе молодежных проектов для физических лиц могут принимать участники не моложе 14 лет, то есть от 14 лет. Это замечательно, и в этом году даже смотрела ребята из 40-й школы, если я не ошибаюсь, у них замечательный был проект направлен на здоровый образ жизни, им надо чуть-чуть доработать, я надеюсь, что они не остановятся достигнуты. То есть ребята-старшеклассники могут также предлагать свои проекты по разным направлениям. Это и патриотическое воспитание, и спортивное, здоровый образ жизни, это и культурное, творческое, то есть сфера направления, и позитивная занятость в том числе. Поэтому если у вас есть какие-то интересные идеи, можно обратиться к нам, мы поможем вам оформить их готовый проект или найти единомышленников. Ну вот порядка в 2021 году общий фонд грантовых конкурсов по линии агентства по делам молодежи составил 6 миллионов 600 тысяч рублей. Максимальный размер гранта для физического лица до 300 тысяч рублей на реализацию. Всю информацию можно на сайте молот39.ру посмотреть. Традиционно все конкурсы объявляются в первом квартале ежегодно, поэтому на следующий год обязательно смотрите в первом квартале анонса. Будем стараться оставить эту хорошую возможность для самореализации молодых людей обязательно в том же формате и в таком же количестве будем очень стараться. Ждем вас всех. Давайте прорабатывать это заранее. Приходите, у нас есть, проходят часто образовательные лекции по поддержке молодежных инициатив, в том числе подготовка в рамках форумной кампании. Есть специальный сотрудник, который может вам всегда помочь и дать информацию больше в разъяснении. Деятельность агентства по делам молодежи наших учреждений, это Центр молодежи, Калининградский добровольческий центр, областной Центр детского и молодежного отдыха «Жемчужина» очень многогранно. Мы проводим не менее 200 мероприятий ежегодно для молодых людей. Я рассказала только часть из них, очень маленькую, которая происходит именно сейчас, и на которой, как правило, часто у вас бывает много вопросов. Но опять-таки повторюсь, вы всю остальную информацию можете обязательно найти на всех наших социальных сетях, на нашем сайте, на страничке ВКонтакте, где вы смотрите трансляцию, в Одноклассниках, ну и также на страницах в Инстаграм. Рада буду ответить на вопросы, наверное, которые есть. Да, сейчас посмотрим. Так, вопрос. Вопрос или, скорее, реплика от Елены Несмачной. Здравствуйте, просто реплика. Новости про Балтартех такие скучные, ощущение, что там собрались за бюджетные деньги, уставшие из жизни люди, и у них ничего не происходит. Хотя, может, так оно и есть. Ну вот, не поспорю, Елена, не знаю. Я, мне кажется, постаралась рассказать, но могу гораздо дольше рассказать, мы ограничены временем просто. Ребята абсолютно, вот последние смены я была там несколько раз смотрела, и следила сама, была погружена в их процесс. Они абсолютно фантастические, супер веселые. Ребята, их учили, допустим, танцоров, волосов был из танцев на ТНТ. Он фантастический, мне кажется, он воодушевил ребят. Были коллеги, эксперты, которые речили ребят, блогеры-миллионники приезжали к нам специально для того, чтобы научить ребят вести свои соцсети, стать блогерами. Все абсолютно воодушевлены. Ну вот, я вам советую просто стать участником, если вы подходите по возрастной категории и обязательно приехать на форум и понять, что там нет ни минутки, когда ты можешь заскучать. Так, вопрос от Юрия Бажин, или Бажин, я извиняюсь за, не знаю, ударение. Возможно, Анна Мусячев отвечает на вопрос, какую лучше психологическую помощь подросткам, если своих денег нет, и они еще не зарабатывают, а проблемы переданы по наследству. Ну, вопрос, скорее, не в агентстве по делам молодежи, не в компетенции находится, но мы находимся в постоянном взаимодействии с коллегами, с нашими, и знаем, что во многих школах работают штатные психологи обязательно, плюс в Министерстве социальной политики в нашей существует подведомственное учреждение, которое осуществляет как раз специализированную помощь всем нуждающимся. Я просто знаю, потому что мы ряд проектов реализуем вместе с ними. Ребятам, которым нужна помощь, ездим по муниципалитетам, в этом году уже в ДУУ были, плюс у нас есть для трудных подростков специальная смена в лагере «Жемчужная компас», и до этого мы ездим по муниципалитетам, с ребятами тоже взаимодействуем при поддержке коллег из Министерства социальной политики, Министерства здравоохранения. И также я уверена, что если ваш молодой человек, которому спрашиваете, подросток учится в какой-то школе, подать заявку в свободной форме можно в адрес агентства, мы с коллегами отработаем, и провести на своей базе, базе школы я имею в виду, такое часто бывает, и из других муниципалитетов к нам пишут, семинар можно с участием специалистов бюджетных учреждений подведомственных Министерств социальной политики. То есть, в принципе, такие действия осуществляются, просто, наверное, вам все-таки более подробно ответят именно коллеги из Минсоца. Агриппина Сергеевна вопрос задает. Здравствуйте, везде реализуется политика воспитывать молодежь патриотических клубов. Так, например, в Балтийске происходит, у детей почти нет возможности где-то собраться и заниматься современным искусством, как альтернативным патриотизмом. Вы можете с этим помочь? Запрос на место для подростков есть. Они в свободное время тусуются в предбаннике магазина «Семья». На поле чудес. Больше в непогоду пойти некуда. Культурно-молодежный центр уже не так привлекает, как это было в моем детстве в начале 2000-х. Согласно с вами, патриотическому воспитанию действительно много внимания уделяется, но не только. Ребятам из других сфер творческих тоже есть достаточно большое количество направлений и бесплатных школ, мастер-классов проводится. Более того, в муниципалитетах существует программа для трудоустройства несовершеннолетних, в том числе в какие-то детские лагеря, творческие смены на лето временно. По поводу конкретно Балтийска не могу сейчас сказать. Скажу, что мы осенью планируем программу знакомства с молодыми ребятами со всех муниципалитетов. Ее начнем. Будем смотреть по требованиям. Сейчас мы уже изучили все молодежные подростковые клубы нашей области. Их всего 57. И активно сейчас прорабатываем вопрос в правительстве Калининградской области для того, чтобы в следующем году в рамках реализации молодежной политики мы могли поддерживать муниципалитеты, софинансировать реализацию молодежных программ, либо под программ, а также возможность сейчас активно обсуждается. И хотим создать грантовый конкурс для государственных муниципальных учреждений в муниципалитетах Калининградской области именно для развития, ремонта или какого-то расширения молодежных подростковых клубов и пространств. То есть хочется сделать их современными, но для этого нам надо проанализировать везде ситуацию, посмотреть и готовы, открыты ко всем предложениям от молодых людей, узнать, что в каждом муниципалитете ребята хотят, чем интересуются, и уже под их потребности работать с коллегами из муниципалитета для того, чтобы молодым ребятам, подросткам было куда пойти в свободное от учебы время. Вопрос от Татьяны Шпиц. Если прошла отбор на молодежный форум, к примеру, в Москву, агентство может помочь с оплатой дороги. Всегда говорят, что билеты покупают отправляющие страны, то есть регионы. Я уже на этот вопрос отвечала в ходе своего доклада, можно так сказать. Конечно, если вы отобраны на форум и подходите под возрастной ценз молодежи, то мы поможем вам с отправкой. Если официально организаторы форума подтверждают ваше участие. И форум признан в календаре мероприятий, утвержденное в Федеральном агентстве по делам молодежи. Сергей Каюков. Когда марсиане заработают в полном объеме? Не совсем поняла вопрос. Работаем в полном объеме. Уже более полутора тысяч молодых ребят посетили города нашей страны. Сейчас, я рассказала, уже осенью предстоит много поездок. Я думаю, что если вопрос про то, когда ребята, старшеклассники смогут поехать, но тоже на него ответила. Надеемся, эпид-обстановка уже в следующем году нам позволит. Очень хочу. И коллеги все агентства по делам молодежи, подвинутые, предпринимают все меры для того, чтобы отработать и отладить систему в соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора о перемещении организованных групп несовершеннолетних. Вопрос. Вероника Николаева. В последнее время все чаще появляется сообщение о том, что в Калининградской области, на сожалению, не становятся жертвами киберпреступлений. Есть информация, что у нас в деструктивных группах в сети состоит больше 6 тысяч школьников. Очень острая проблема – кибербуллинг. Скажите, пожалуйста, что конкретно делать в регионе для защиты детей в интернете? Ну, давайте, наверное, более подробно с коллегами посоветуемся, кто полномочен по правам детей и специализированы в данном направлении орган власти. Я знаю, что мы, в свою очередь, один из направлений грантов. У нас есть позитивные занятости, в том числе и ряд проектов, которые подавались. Это мероприятия по поводу буллинга, против буллинга в школах. И мы готовы и взаимодействуем с многими организациями некоммерческими, которые этим занимаются, по поводу кибер-каких-то преступлений или плохих страниц. Ну, скажу, что агентство по делам молодежи и полномоченные коллеги под ведомственных учреждений нам, они отслеживают все комментарии и какие-то негативные высказывания в социальных сетях, которые есть, и быстро реагируют соответствующие данные, соответствующие органы дают плюс. Мы взаимодействуем с коллегами из правоохранительных органов, в том числе, и есть подборка неблагоприятных социальных сетей, которые мы направляем в Федеральное агентство по делам молодежи с просьбой заблокировать ту или иную страницу или тот или иной контент. То есть такая аналитика проводится, но это очень большая межведомственная работа. По поводу 6 тысяч школьников, ну, ничего не могу, к сожалению, сказать. Думаю, что если более детальная информация, можно будет к нам обратиться, мы уже с Министерством образования вместе отработаем, либо напрямую в Министерство образования. Вопрос от Татьяны Синюгина. После вузов успешно работают под специальности. Хороший очень вопрос. Аналитику такую проводит у нас служба занятости от Министерства социальной политики и Министерства образования совместно. Мы тоже отслеживаем, но не в рамках статистики. Могу сказать, что очень много ребят, с которыми мы взаимодействуем, активно молодежь, они переходят и приоритетным считают работать по своей специальности. Но сейчас существует достаточно много способов государственной поддержки по профориентации, переформированию, в общем, изменению направления своей учебной деятельности. То есть можно пройти профориентацию в каком-то другом направлении. В Минсоции есть ряд программ. Плюс, опять-таки, на АНО России, страны возможностей, тоже есть ряд программ, где вы сможете попробовать себя в той или иной профессии. Если понимаете, что то, которое вы получили в УЗИ, не совсем та, с которой вы хотите в дальнейшем строить свою карьеру. Но что-то конкретного вам не отвечу, потому что такая статистика не агентством по делам молодежи проводится. Вопрос от Андрея. Аутистов можно на Тавриду? Я затрудняюсь вам, искренне скажу ответить, сейчас не знаю. У нас проводится при поддержке Федерального гестоподела молодежи в этом году, 10 сентября, состоится форум «Крылья возможностей» для как раз особенных молодых людей, в том числе аутистов, есть и маломобильник и так далее. Ребята создают свои проекты, и мы помогаем, Федеральный гестоподелем молодежи помогает в развитии этих проектов. По поводу Тавриды надо уточнить, я думаю, что мы запишем этот вопрос, и ваши данные оставьте, уточним у коллег, у организаторов форума. Игорь Чугаев. В Полеске нет ни одной спортивной площадки, дети хотят скейт-парк, в глубинке молодежи остается только пиво и наркотик, и что делать? Ответила, наверное, к вашему коллеге о том, что мы обязательно приедем и в Полеск, тоже пообщаемся с ребятами, узнаем их интересы. Где-то молодежь в каком-то муниципалитете интересуется спортом, где-то им нравится киберспорт, кто-то увлекается творческими направлениями, поэтому где-то им нужна работа техника, обязательно пообщаемся, встретимся с молодыми ребятами, узнаем их потребности, и будем отрабатывать с муниципалитетом возможность создать место для сбора, самореализации молодых ребят именно Полеск. По поводу спортивной площадки перенаправим запрос в администрацию Полеска. Инна Герасимова. Почему вы не объезжаете территории на местах, не оцените ситуацию с досугом молодежи? Вы в курсе, что в глубинках молодежи соединяться не о чем? Вот видите, как здорово все в это направление. Я достаточно недавно, с конца апреля, приступила к исполнению своих обязанностей в качестве руководителя, могу сказать, что я была уже в ряде муниципалитетов, объехала молодежные клубы и познакомилась с ребятами-активистами и в городе Калининграде, в Пионерске мы общаемся активно с Черняховском, и дальше с осени начинаем программу путешествия по всем муниципалитетам, именно встречи с молодыми ребятами, не просто с чиновниками, которые работают в администрации, а именно с представителем молодежи в муниципалитетах. Более того, почему именно мы резко не начали прямо сейчас все объезжать, у нас над программой, это такая, хочется, чтобы стало интересно для всех мероприятие, поэтому над программой визитов и нашей встречи, знакомствах, и изучением в том числе инфраструктуры муниципалитетов работают представители молодежного парламента, молодежного правительства, активисты, которые к нам обратились, у которых есть идеи по реализации или развитию каких-то молодежных проектов в муниципалитетах, и совместно с ними мы сейчас продумываем план вот такого вот знакомства с муниципалитетами, поэтому абсолютно с вами согласна, мы уже это начали делать, и не хочется просто, чтобы это был такой формальный подход, поэтому непосредственно в планировании данных знакомств участвуют молодые люди. Плюс я, как уже сказала, что удалось проанализировать наличие всех молодежных подростковых клубов во всех муниципалитетах нашей области, сделать статистику, уже сейчас нами проведен анализ муниципалитетов, запросили все, что не хватает этим подростковым молодежным клубам, на местах сделали сводку, и как я говорила уже, что в следующем году предпринимаем все меры, и спасибо большое, что Антон Андреевич поддержал эту инициативу, то в рамках реализации и утверждения нового закона о молодежной политике у нас будет предусмотрена возможность софинансировать муниципалитеты и на конкурсной основе давать на реализацию развития именно инфраструктуры молодежной политики учреждениям в этой сфере в муниципалитетах. Это очень важно, и это именно касается того, о чем вы все многие сейчас у нас вопросы задаете, то есть не просто как-то хаотично, а мы сделали аналитику, мы лично все посмотрим, я сама все посмотрю со всеми, пообщаюсь с ребятами, и те муниципалитеты, мы, естественно, их всех подключаем в работу, хотим их замотивировать, и это обязательство, конечно же, и главы муниципалитета о создании места для реализации молодежной политики, и для самореализации молодых людей. Ну, по поводу ресурсных добровольческих центров в 20 муниципалитетах, я уже сказала, это тоже место, куда всегда могут прийти молодые люди, где есть им где собраться, они могут позаниматься там, могут узнать все про добровольчество, мы проводим часто там какие-то дополнительные мастер-классы, вот, поэтому давайте, если у вас есть какие-то конкретные предложения, мы будем рады, отправляйте к нам в социальные сети или сюда, пишите, оставьте ваши данные, мы свяжемся, готовы все предложения рассмотреть. Смотрите, у нас молодых людей, так, дальше вопрос. Да, Григорий Ритота, извиняюсь, если не то ударение. Молодежь до 35 лет, а участвует по программе «Растияне до 30 лет». Совершенно верно, правильно заметили, сейчас закон о молодежной политике, внесены изменения на федеральном уровне в декабре прошлого года, где молодые люди теперь граждане до 35 лет. В соответствии с изменением федерального законодательства в Калининградской области мы сейчас создаем новый закон о молодежной политике, который тоже будет учитывать федеральные изменения, и со следующего года вся молодежная политика у нас тоже будет распространяться на молодых людей до 35 лет. Сейчас, так как финансирование и планирование социально-экономической программы развития Калининградской области, в которую входят программы «Растияне», оно составлялось в прошлом году, и действует у нас еще закон о молодежной политике, где молодые люди до 30 лет. Но сейчас уже у нас прошел новый закон согласования, будет осенью рассмотрен на Думе, принят в этом году обязательно, со следующего года сможем расширить и привести уже, проводим, активно проводим в соответствии с федеральным законодательством. Вопрос от Галины Филишова. 57 клубов – это сколько ребят в процентах к 200 тысячам нашей области? Хотелось бы, чтобы информация отдавалась в процентах по отношению к общему количеству молодежи в области. Замечательный вопрос, точнее не вопрос, а пожелание. Ну, так как вопрос мне поступает прямо сейчас онлайн, то сложно проценты посчитать. Я могу сказать, что у нас молодежь сейчас порядка 280 тысяч, но очень сильно вырос этот показатель, именно с учетом того, что считается до 35 лет. Так у нас порядка 200 тысяч, совершенно вы верно говорите, в области. Есть абсолютно разные подростковые клубы, где-то, допустим, в городе Калининграде их большое количество, плюс у молодежной политики есть свои спортивные площадки, спортивные клубы еще дополнительно, которые сюда не входят. Ну, если нужна какая-то аналитика, отправьте нам запрос или сюда ставьте ваши данные, коллеги свяжутся. Я сейчас в голове сложный вам процент, к сожалению, не посчитаю. И опять-таки я не говорю, что у нас сейчас в муниципалитетах какая-то идеальная ситуация. Я говорю над тем, что мы все вместе с коллегами работаем, над тем, чтобы не только в городе Калининграде, не только на мероприятиях агентства по делам молодежи или на форумной кампании, а то, чтобы в муниципалитетах во всех ребята, молодые люди могли самореализоваться. И развитие инфраструктуры молодежной политики – это одна из основных планов нашего, в том числе правительства, в лице Агентства по делам молодежи. На следующий год мы начнем этим активно заниматься. Сейчас уже прорабатываются, вырабатываются все меры. Это очень важно. Я все ваши вопросы абсолютно понимаю, активно над этим работаю. Надеюсь, что в следующем году, когда, надеюсь, пригласят еще раз на эфир, мне удастся вам уже рассказать о конкретных результатах того, что получилось в данном направлении сделать. Вопрос. Эдуард Марииненко. После переезда форума «Балтийский артек» в Филина на Востоку области стало ли больше участников именно с Востока области? Первый вопрос. Второй вопрос. Важное направление работы муниципалитета и молодежи муниципальная. Какие мероприятия будут проводиться в этом направлении и все события состоятся в оригинальном центре? Ну, второй вопрос, даже, наверное, не буду отвечать, потому что мы уже про это проговорили. В муниципалитетах во всех должна реализовываться молодежная политика. Моя точка зрения и коллег из Агентства по делу молодежи, что важно, чтобы в муниципалитетах существовала либо программа, либо подпрограмма в молодежной политике. Есть активные муниципалитеты, реализующие молодежную политику, мы всегда их поддерживаем, сейчас проводим работу для того, чтобы все муниципалитеты не оставались в стороне от работы с молодежью и от взаимодействия с инициативными представителями молодых людей, а также с помощью в самореализации ребят. Ну, по поводу переезда Балтийский АРТЭК с Восток области, на форум Балтийский АРТЭК можно было точно так же зарегистрироваться через АЕС Молодежь. Мы информировали об наличии форума все муниципалитеты Калининградской области. Ребята уже самостоятельно регистрировались. С Востока области тоже были ребята, но какое-то процентное соотношение, я не могу сказать, то есть ребята приехали со всей области. По поводу доступности, у нас автобус отходит, поэтому такого вопроса, что кому-то, ребята с Востока области, легче доехать до Балтийского АРТЭКа сейчас, чем из города. Нет, у нас есть транспорт специальный, который привозят ребят на смену, отвозят, поэтому не проблема с любого уголка нашей области добраться до Виштенца. Последний вопрос. Вопрос Галина Филюшова. В муниципалитетах, тут, наверное, с ошибкой написано, молодежная политика и кто должен заниматься культурой или образованием? Кто будет отвечать за реализацию планов в структуре муниципалитетов? Абсолютно хороший вопрос. Сейчас в каждом муниципалитете это ответственность главы муниципалитета полностью. У каждого муниципалитета утверждается свое штатное расписание и обязанности возлагаются в каком-то муниципалитете на комитет, который отвечает за образование или отдел, где-то за культуру, где-то даже есть объединенный спорт и молодежная политика. То есть это обязательства главы муниципалитета. Могу сказать, что лично мою позицию абсолютно нам при возможности отдельного ответственного слушающего. Вопросы, наверное, у нас время заканчивается. Вопросы я постаралась на все ответить. Если у вас какие-то остались, пишите нам в наши социальные сети. Мы всегда очень активно отвечаем. Если у вас есть предложения, буду очень рада их услышать. И, повторюсь, мы учитываем, особенно мнение всех молодых ребят. Сейчас с ними регулярно встречаемся. Спасибо большое, что сегодня провели время со мной в эфире. Надеюсь, я помогла ответить на какие-то вопросы. До свидания. Продолжение следует...